Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames, и это очередной ролик касаемо The Isle of Rima. Ну а перед началом данного ролика, как обычно, хочется поблагодарить всех наших спонсоров на канале за вашу финансовую помощь в развитии. Спасибо, друзья! Данный ролик будет посвящен одному из динозавров, который все-таки войдет в обновление 6.5. Мы, кстати, разбирали его уже неоднократно в наших новостях и были посвящены многие другие ролики. Это Бэйпи Азавр. Да, у разработчиков The Isle of Rima, как я уже говорил, сто пятниц на неделе, и все-таки аплодисменты Бэйпи Азавр. По последним данным, как заявил Донди, войдет в обновление 6.5. Мы получим Траодона, Бэйпи и Цератозавра. Также, как обычно, после просмотра ролика, я попрошу вас всех максимально отписаться в комментариях, что вы думаете об этом. Нам, как обычно, представлен доклад, якобы от команды Аполло Инженеринг, Бэйпи Азавр. Давайте посмотрим. Итак, диета. Всеядная. Мы знаем, что это будет всеядный динозавр, то есть амнивор. Длина данного динозавра 2.5 метра, вес 90 килограмм, рост 1 метр, продолжительность жизни 8 лет. Территория, благополучная для его жизнепригодности. Это пресноводные биомы, различные пещеры, а также джунгли. И нам представлен отпечаток его следа. Ну что же, давайте взглянем на его примечание. Несмотря на преимущественно травоядную диету и небольшой рост, это достаточно агрессивная травоядная. Нередко нападают на стегозавров, когда они пересекают водные биомы. Невероятно маленький, но такой агрессивный и шустрый. Бе-пиозавр не проявляет какого-то любопытства к людям. Хм, интересно. Бе-пиозавры находятся в своих четких социальных группах, которые существуют в своем мире. До сих пор неясно, как эти группы формируются. Также ниже сказано, что это очень территориальные и при этом социальные животные, которые готовы отогнать любого, кто посмеет приблизиться к их территории. Также они отвлекают людей от самок с детьми, которые скрываются в прибрежной густой растительности. Так что не стоит приближаться к этим животным во время гнездования. Это может стоить многим их жизни. В принципе, достаточно интересно. Ну что же, приступаем к анализу от разработчиков. Характеристика выживания бе-пиозавра. Бе-пиозавр будет первым всеядным и полуводным существом, привезенным в The Isle of Rima. В то время как он более уязвим на суше, пока он будет перебирать растительность в поисках пищи, он также быстр и проворнее будет в воде, разделяя среду обитания с хорошо известным дейнозухом. Такое жесткое существование сделало бе-пиозавра довольно агрессивным и свирепым, хотя и маленьким существом. Бе-пиозавр обладает длинными когтями и крайне вспытчивым характером. Из-за своего небольшого роста и меньшей скорости, чем у более крупных наземных существ, обитать он будет в местах, наиболее близких к воде, чтобы иметь возможность быстро сбежать от опасности. Мобильность и передвижение. В воде ловкость бе-пиозавра не будет иметь себе равных среди других существ на острове. По суше, конечно, данное существо будет передвигаться медленно, но не подумайте, что он будет иметь скорость улитки. Суша все равно для бе-пиозавра будет по-своему хороша для перемещения. Он также будет обладать удивительной способностью к прыжкам и ныряниям. При этом у него будет увеличиваться скорость передвижения. Повторюсь, бе-пиозавр сможет преодолевать большие расстояния по суше, но предпочтительнее путешествовать на данном виде динозавра лучше всего по воде или вдоль рек. Пищевой цикл скрытность. Под днем вы сможете найти бе-пиозавра в воде или рядом с ней, хотя это преимущественно травоядное существо. Это существо, которое будет использовать водную среду, чтобы питаться крабами, рыбой, лягушками и другими мелкими существами, в то время как их можно будет найти на суше в течение дня. Бе-пиозавр обычно предпочитает искать пищу на суше ночью, так как он более уязвимый для своего главного водного сожителя, хищника Дейна Зуха на закате дня. Бе-пиозавр использует покров темноты в ночь, чтобы уйти подальше от воды. Более безопасно питаться растительностью и дожить до рассвета. Выживаемость. Несмотря на то, что бе-пиозавр будет очень слабым по отношению к другим хищникам острова, он, как правило, готов будет справиться с большинством ситуаций, если он будет проявлять осторожность. У бе-пиозавра будет выше среднего способность регенерировать раны, особенно в воде. Интересное примечание. Сочетание этого с их острыми когтями и приспосабленностью сделает их более крепкими, чем поможет показаться на первый взгляд. Характеристики. Бе-пиозавр довольно плавучий динозавр. Это существо быстро всплывает на поверхность воды и обратно под воду. Даже в случае опасности, чтобы противодействовать своей плавучести, бе-пиозавр будет использовать свои когтистые лапы, чтобы хвататься и ходить, так сказать, по дну русел, рек и других водных мест. Используя все эти способности, они смогут выпрыгивать из воды с удивительной скоростью и высотой. Думаю, что нам здесь разработчики конкретно описали его мобильность. Его характеристики, выживаемость и прочее. Все то, что мы когда-то обсуждали в выпусках наших новостей. Так что, собственно, ждем стресс-тесты. И у нас теперь точно будет 3 новых динозавра в обновлении 6.5. Конечно, осталось его всего лишь дождаться. Ну что же, если вам понравился данный ролик, пальчик вверх, подписка на канал и жмите колокольчик, чтобы не пропускать наши новые ролики. А прохождение и стримы касаемо The Isle of Rima и не только. Также вступайте в наш Дискорд, группу ВКонтакте и Яндекс.Цен. Все ссылочки в описании. Кстати, на канале Яндекс.Цен ролики выходят ранее, чем на канале YouTube. Ну что же, всем хорошего выживания в The Isle of Rima. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...